ну что друзья всем привет сегодня речь у нас пойдет уже обирпи xmr литр тринадцатого года хотел бы вообще в целом пробежаться на что стоит посмотреть при покупке этого квадроцикла то есть при первичном осмотре потому что глобально вы в любом случае ничего не узнаете то есть в данном случае можно использовать программу бац но если у вас ее нету и это действительно достаточно проблема большая чтобы приехать бац и посмотреть технику вот а тем не менее есть определенный специалист который предлагает свои услуги по бац вы можете мимо споль все-таки это достаточно техника дорогая и я бы рекомендовал ски воспользоваться ну что погнали на что стоит вообще в первую очередь обращать внимание естественно это мы должны смотреть на узлы в состоянии каком состоянии не должны быть очень часто продавцы нечестные скручивают пробег и занижает вот смотрите вот на таком пробеге 2 300 вот увидеть в каком состоянии гранаты таком состоянии гранаты и кулаки соответственно рычаги вот эти элементы то есть гранат все общее целое то есть пример я видел квадроцикл пробегами 5000 километров там уже все ржавое то есть в таком состоянии должно быть он может быть легкого загара мотор это нормально извините меня по грязи ездите далее смотрим состоянии других узлов то есть вот эти болты часто бывают там такие видно ржавые здесь они туда достаточно нормальном состоянии до их могут заменить но я в целом говорю смотреть на все то есть основные вот гранаты да их тоже могут заменить но в целом говорю смотрите в общем на все то есть состояние кулаков приводов таких разных бог ржавых при том что есть такие болты которые имеют заводскую насечку и которая тоже можно увидеть в виде вот таких болтов это именно заводская краска окраска которую стоит все-таки смотреть далее что почем пробежимся чтобы я бы в целом хотел обратить внимание это вот этот узел достаточно проблем на узел были не могу поймать вот попробую смотрите здесь видно что еще стоит заводская граната о извини пожалуйста крестовина цена черного цвета сам по себе видите каком состоянии находится редуктор вот эти элементы в первую очередь нужно проверять и смотреть их состоянии также вот видно что здесь простой обыкновенный легкий загар у квадрика вот сам задний редуктор достаточно проблемная вещь который все знают вот собственно сами крестовины на них стоит очень обращать внимание правило они потом становятся цвета белого такого цвета металла назовем его вот и значит они менее но опять знаете как бы в целом можно сказать о том цикл по разному эксплуатироваться разных условиях и они могут просто крестовины быстро умирать но если вы в целом будете смотреть если человек владелец то есть смотрел за состоянием узлов то проблем в этом вообще никаких нету вот пожалуйста на пробеге 2 300 в таком состоянии передний кардан еще не ржавые он никакой это вот свидетельствует знаете как правильно сказать пробег соответствует заявленному в целом но по пластику здесь есть недочеты но извините вот я например сейчас прогодился по лесу вот много такого кустарника через который ты едешь это все царапается поэтому все эти вещи которые вы видите в целом я бы сказал на них во вторично стоит обращать внимание все-таки пластик вы можете заклеить пленкой обтянуть покрасить там чего угодно с ним можно сделать но в целом будут на эти элементы смотреть стоит далее чтобы на что хотел обратить внимание смотрите обязательно на радиатор то есть каком состоянии радиатор то есть вот здесь видно что он не коричневый то есть здесь человек видно что не плавал так бы в целом осмотреть состояние болтов на колесных насколько действительно также соответствует всему смотрите потом дальше по механике проверяйте абсолютно все реально просто трясите квадрик потому что вот надо все смотреть не стесняйтесь берите собой домкрат берите поднимайте его смотрите рычаги задние которые маятниковые в них очень часто умирают подшипники но это все копейки стоит реально просто работа будет дорого стоить вот в целом как бы так на все смотреть задние подшипники они вазовский то есть предмет торга не очень сильно большой будет в целом вообще в первую очередь обстоят хотел бы сказать на то что важно узлы то есть есть на мотор редуктор коробка смотрите опять же как включается коробка насколько четкая передача переключается во время заведенном таких хрустиков не было и четенько она переключалась это очень важные моменты далее не стесняйтесь снимаете вот эти элементы смотреть состояние фильтра состояние там также фильтра который идет на ведомый шкив овене шкив вообще наверяна вариатор охлаждения дальше не забывайте смотреть на фильтр воздушный в котором каком он состоит требует ли он заметно это все предметы вашего торга вот которого может торгануться с владельцем не стесняйтесь смотреть за состояние масла а это все-таки тоже так достаточно я бы сказал элемент чтобы понять в каком состоянии там что вообще находится видите такое масло как слеза ну масло вещь такая за которым постоянно нужно следить смотреть что чего и как целом вот примерно вот вот как бы тогда вот ну опять же я хочу особо сильно отметить квадрик уже эксплуатировался он не новый нужно сделать некоторые погрешности но смотрите на самые дорогие узлы на которые вам придется ремонтировать и вкладывать деньги потому что все очень основное дорогой на них стоит а моторы коробки редуктора переборка это все деньги стоит если вы это делаете своими собственными руками вы потратите только время ну и соответственно стоимость запчастей поэтому вообще при выборе более детально смотрите на все абсолютно на все и рекомендую конечно воспользоваться программы бац при выборе квадрик опять же по мотору что можно вот важный момент по мотору что может быть если вы понимаете если вы хороший моторист движки двигатель смотрите натяжители цепи натяжители цепи по состоянию можно посмотреть по на моторе немножечко выкручивая поймете в каком состоянии цепи и в данном случае вы можете примерно сопоставить соответствует ли пробег заявленному но говорю опять же в целом если смотреть на все узлы которые вот я примерно показал вы увидите а сколько действительно это соответствует тому что заявляет продавец повторюсь это вот на пробеге 2 300 такое состояние то есть вот такое состояние 2 300 в очень хорошем состоянии все здесь но если мы говорим про пластик про элементы которые допустим от веток царапается то она будет в таком состоянии вот в таком будет состоянии от этого никуда не деться от этого никуда не деться также здесь допустим квадрик находится с пневмоподвеской действительно очень классный кому-то нравится кому-то нет я пока доволен ей проверяйте работоспособность во всех режимах пневмоподвески также когда квадрик обязательно заводите забирайте покупаете да это прогревайте его на состоянии срабатывания вентилятора не стесняйтесь попробовать прокатиться хотя бы даже вторым номером а вас владелец этого продавающих куда цикла первым номером обязательно попробуйте как включается передача как ускоряется не выбивает ли передать ведь все элементы важны ряд но в целом постарался какие-то вещи при выборе него подсказать посмотреть целом смотрите выбирайте желаю вам удачи покупки не покупайте хлам потому что вы попытка быстрее купить хлам и вы потом просто потеряете много кучи денег на него ну что ребята пожелаю вам выбирать только самую лучшую технику не берите хламидиоз ищите ждите выбираете техника не самые последние на рынке они еще появляются и будут появляются поэтому не переживайте если квадроцикл хороший ушел просто ждите и смотрите они в любом случае будут появляться на рынке это неизбежно что ребят ставьте лайки подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтобы видеть видео принципе вам не сложно мне приятно будет всем пока берегите себя